Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я совершенно точно помню, что когда я был студентом, много людей помогало мне. Люди уделяли мне время, свои силы тратили на меня. Я это помню. Это очень важно. Я пытаюсь действовать точно так же по отношению к другим людям. Пытайся быть открытым, насколько это возможно. И будь честным по отношению к себе и к окружающим людям. Иногда очень становится трудно. Конечно, приходится очень много общаться. Встречаешь очень много людей. Ты не застаёшь от такого общения. Но всё равно надо пытаться делать всё, что ты можешь для окружающих тебя людей. Здесь, в Москве, я побывал на Московском международном виеннале молодого искусства. У меня очень положительные впечатления от российских художников. Я регулярно приезжаю в Москву, кстати. Мне здесь очень интересно. Во время своих поездок, я приезжаю в Москве. В ходе этого визита я нахожусь под большим впечатлением от других. Это виеннале просто фантастика. Качество работы очень высокое. Вопрос. Как могут молодые художники принять участие в проектах масштаба ТЭЙ? Хороший вопрос. Простого рецепта нет. Есть несколько возможных путей. Буду честным с вами. Есть два уровня взаимодействия с молодыми художниками. У нас есть отдельная галерея для молодых художников, где мы выставляем работы этих молодых авторов в партнерстве с культурными и международными учреждениями. Это может быть в любом месте. В Стамбуле, в Индии, в Перу, где угодно. В рамках этого международного партнерства мы выбираем молодых художников и выставляем их в нашей галерее. Конечно, там есть вопрос масштабов и лимитов. Мы не можем проводить большие выставки или организовать какие-то масштабные проекты. Но все равно это очень важная работа. Мы выставляем молодых авторов. И для нас это попытка сделать что-то новое. И это важно как для кураторов, так и для молодых авторов. Что касается приобретения картин, то надо понимать, что мы национальная галерея. И что мы покупаем картины и владеет ими государством. Поэтому мы должны понимать, что эта коллекция должна быть актуальна и сейчас, и через 5, и через 15, и даже через 50 лет. Мы не можем покупать работы неизвестных художников. Мы покупаем в данном случае работы уже известных авторов. И если мы покупаем работы молодых художников, то надо доказать, что они достойны, которые выставлены в бачилке Лилии и Тейв. Но хочу сказать, что для нас очень важна Россия. И мы считаем, что этот регион очень интересный и перспективный. Поэтому мы будем продолжать наше сотрудничество с российскими авторами. Все так просто. Когда-то я тоже был озабочен поисками работы. Надо пробовать, надо искать себя в различных областях. Надо постоянно развивать свои способности развиваться и самообразовываться. Надо отстаивать свои идеи. Это очень сложно, но это очень важно. Надо ставить цели и диквы. Еще один важный совет. Благодаря современным технологиям и коммуникациям, сейчас очень легко узнать о художнике в любой точке мира. Не обязательно ехать туда, чтобы увидеть все собственными глазами. Поэтому глобальные возможности современного мира дают очень большие перспективы в этом плане. И надо уметь просто пользоваться этими возможностями. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!